Уважаемая Мартина Риховна, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве, уже в том качестве, в котором вы у нас пока не были, в качестве первого президента. Я знаю, что у вас очень большая и насыщенная программа. Мне, представитель правительства Российской Федерации, меня очень доведен в догладу, вы же на вашей встрече. Знаю, что там было о чем поговорить, имея в виду растущий объем наших торгово-экономических связей, прежде всего за первые 9 месяцев текущего года товарооборот вырос на 26%. Это такой серьезный показатель. И мы поддерживаем отношения практически по всем направлениям на уровне парламентов, общественных организаций. У меня очень добрые и доверительные отношения сложились с президентом Азербайджана. Я знаю, что вы завтра с Валитиной Ивановной открываете еще 10-й межрегиональный форум. Это считаю чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше предложение и приехали с визитом в Москву. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочу выразить вам глубокую признательность за приглашение посетить Россию с официальных визитов. Очень рада мне быть в Москве. Москва для меня близкий дорогой город. Здесь прошли мои студенческие годы и каждый раз Москва радует вас. Также хочу выразить вам благодарность за наградение меня, государственной наградой Российской Федерации, Орденом Дружбы. Это высокая оценка моей деятельности, направленной на укрепление российско-азербайджанских дружественных связей. Пользуясь случаем, с возможностью хочу передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Азербайджанской Республики, который очень ценит отношения с вами и придает особое значение российско-азербайджанских отношений. Регулярные встречи между вами и Ангей Дарьевичем определяют многовекторность и динамизм наших двусторонних связей. А также хочу передать предложение президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время. Отношения между нашими странами имеют добрые и прочные традиции добрососедства и дружбы. Отношения с Российской Федерацией занимают важнейшее место во внешней политике Азербайджана. Как вы ответили, по всем направлениям мы видим положительную динамику, существует регулярный политический диалог на уровне глав государств. Азербайджан и Россия поддерживают друг друга на международной арене. Экономическое сотрудничество, как вы ответили, уже приносит свои плоды и это очень радует. Хочу отметить, что неуклонно растет рост туристов из России, посещающих нашу страну. В прошлом году Азербайджан посетило 900 тысяч россиян. В этом году мы ожидаем роста этого показателя. И, конечно, хочу особо ответить на наши отношения в гуманитарной сфере. Считаю, что они являются образцовыми. Вы знаете, что Азербайджане очень большим уважением относятся к русской культуре, к русскому языку. В нашей столице очень успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени Ломоносова, Московского государственного медицинского университета имени Сечина. С этого года началась совместная реализация программы двойных магистрских дипломов Азербайджанской дипломатической оказательной Московского государственного университета международных отношений. В 338 школах в Азербайджане обучение ведется на русском языке. В 14 государственных вузах функционируют русскоязычные отделения. В России обучается 11 тысяч азербайджанских студентов и, конечно же, многотысячная русская община Азербайджана свой достойный вклад вносит в общее развитие нашей страны. Еще раз благодарю вас за приглашение, за теплый прием, за ваше господинство и уверена, что и впредь российско-азербайджанские отношения будут успешно развиваться во благо народа Азербайджана и России. — Уважаемая Михаила Арифовна, планировать в свете прожественной части, но все-таки не могу не отреагировать на то, что вы сейчас сказали. В особенности это касается нашей гуманитарной связи и отношения в Азербайджане к русскому языку. — Действительно, это одна из стран бывшего Советского Союза, бывших республик Советского Союза, где отношения к русской культуре и к русскому языку мы чувствуем поддерживаются на самом высоком уровне. — И вы, я знаю, что лично принимаете в этом постоянно активную часть, и президент поддерживает. — Мы это очень высоко ценим, потому что это та база, которая позволяет нам развивать отношения по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. — Мы вам за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать этот тренд на, я считаю, наше общее достояние, потому что это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, позволяет развивать отношения и на межличностные, и на государственные. — Безусловно, Владимир Владимирович, это в Азербайджане государственная политика. Я думаю, что мы в будущем должны еще больше внимания уделять этой сфере, потому что растет молодое поколение, наше поколение имеет общие корни, общую историю. — Растет молодое поколение, и для того, чтобы вот те связи, особенно связи между людьми, между молодым поколением в гуманитарной сфере, которая сегодня существует, чтобы мы их сохранили и, наоборот, еще больше укрепили. — Передайте самые лучшие пожелания президенту Азербайджана. Надеюсь, буду иметь удовольствие встретиться с ним в декабре, 20 декабря в Петербурге. — Спасибо. Спасибо за приглашение. — И позвольте мне перейти к той приятной, торжественной части, о которой я уже упомянул, вы сами об этом сказали. Я хотел бы сказать только вначале вот что. Конечно, это государственная награда, это орден дружбы, это такая, с одной стороны, вроде бы формальная часть, но с другой стороны, формальная вещь. Но с другой стороны, я хочу обратить ваше внимание на то, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы к нам поприехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц в Азербайджане. — Нет. Это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, с поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся. И мы это вот очень высоко ценим. И само название ордена, оно отражает то, что вы делаете в отношении развития контактов между Азербайджаном и Российской Федерацией. Это, так и звучит, орден дружбы. Спасибо вам большое и за вашу работу, и за эту дружбу. Указом президента Российской Федерации за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений орденом дружбы награждена Алиева Михребан Арифовна, первый вице-президент Азербайджанской Республики. Спасибо. Я еще раз вам огромную благодарность за этот орден. И в своем поздравительном сне вы назвали меня настоящим другом России. Я должна сказать, что для меня большая честь услышать такую оценку от президента Российской Федерации. Я очень рада, что в деле укрепления нашего стратегического партнерства есть и мой скромный вклад. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.